Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, в сегодняшний праздник всех святых нам нужно вспомнить и понять самое главное, что святыми не рождаются. Все мы, люди и все рожденные от Адама рождались и умирали, потому что природа человеческая была повреждена грехом. Вот почему все мы по природе своей уже рождаемся с зачатками греха. Но почему же сегодня мы вспоминаем всех святых, они-то были святы. Но мы должны понять, что святыми не рождаются, святыми становятся. Чем отличается святой человек от правильного? Не тем, что святой не грешит, а грешник все время совершает какие-то греховные злодеяния. Святой, правильный человек от грешника отличается тем, что если святой падает, спотыкается, то тут же, в сердце раскаившись, исправляется. И через это исправление получает все больше и больше дары благодати Духа Святаго. А грешник как раз тем отличается, что когда он грешит, он думает, да это я такой грешник, уже ничего со мной поделать нельзя. И остается во грехах и живет и умирает грешником. Вот потому, дорогие, мы с вами должны понять, что святым может стать любой человек. Когда к Серафиму Царовскому приходили духовные чады, один из них спросил, отче Серафиме, а почему сегодня нет святых, подвижников, таких, как были в первые века веры христианской? И батюшка Серафим говорил, оттого ныне нет столько святых, потому что не имеем к тому решимости. А если бы имели решимость, то Бог обязательно бы помог, потому что Он Христос и вчера, и ныне, и вовеки тот же. И вот сегодня, вспоминая святых, мы должны очень четко для себя, дорогие братья и сестры, уяснить, что святые, они имели свои человеческие грехи, хотя потом становились святыми. И Церковь признает их в лике святых, потому что они явили пример этого исправления. Давайте буквально беглым взором пройдем по этим примерам. Возьмем, к примеру, Ноя, праведного. Среди всех живущих на земле Бог не увидел человека, через которого мог бы спасти мир. Благодаря Ною мы с вами избавлены от потопа. Он стал тем, кто праведностью своей заслужил быть спасенным вместе со всей своей семьей. Казалось бы, этот человек, который сохранил мир, который перевел из общества греха в новый мир, послепотопный, должен быть являться во всем примером, но, однако, мы знаем с вами, что и он согрешил, испробовав вина и опьянев в своем шатре, что стало поводом для других исторических событий. Мы с вами знаем Давида-царя, этого псалмопевца, который удивительную жизнь явил примером кротости, примером силы физической и мудрости духовной, но и он, соблазнившись красотою жены, падает и не только в блудодеяние, но и в убийство. Давайте перенесемся в святых Нового Завета. Петр, великий проповедник, великий святой угодник Божий, ходивший по водам, который имел веру такую, что мог идти даже по бушующему морю, пока не усомнился, но отрекается от Христа трижды. Святой Павел, который приходит уже после, который был восхищен до седьмого неба, он также был гонителем христиан, он преследовал тех, кто исповедал имя Христово. Давайте вспомним святых угодников Божих. Давайте вспомним того же Киприана, который вместе с Иустинией прославляется Святой Церковью, как святой, кто он был. Это был чарогей, это был колдун, которого на дух не подпускает церковь, но он понял, что это служение дьяволу, и исправляясь, показывает, насколько можно преобразиться человеку, каким бы грешником он не был. Если мы с вами, дорогие, вспомним и сегодняшнего святого, когда прославляя святого праведного Иоанна Кронштадтского, этого великого подвижника земли русской, мы также, читая его удивительные труды, особенно книгу, которую он оставил для всех последователей, «Моя жизнь во Христе», я советую обязательно почитать эту удивительную книгу, как он сам рассказывал о том, боролся внутри себя с теми искушениями, которые были уже не снаружи, а внутри человеческой природы. Он боролся с осуждением, и есть у него в этой замечательной книге «Моя жизнь во Христе» такое прекрасное излечение. Запомни, стрела скорби, пущенная в сердце ближнего твоего, обязательно вонзится и в твое. В этом, как сказано в законе Бога, каким судом судишь, каким и судим будешь. Вот так, отвечая другим, учил себя святой праведный Иоанн Кронштадтский. Как-то он сам о себе писал и записал потом в своих воспоминаниях. Он шел на службу, и как только подходил к храму, увидел нищего, который просил милостыни, причем хорошо одетого, и думает, ну надо же, ладно нищие, ладно бедные, но этот человек прилично одет, неужели он не мог себе заработать? А потом почувствовал, как будто что-то внутри у него остудело. Он чувствовал, как благодать Духа Божия, Духа Святаго пребывала в нем. И вот тут он почувствовал, что Дух Божий оставил его. И вот эта пустота внутренняя, над которой в деле святые, он почувствовал эту оставленность святости и человеческую греховность. И он шел и укорял себя потом, Господи, да зачем же я осудил этого человека? Может быть, в его жизни произошли такие изменения, что привели его прямо к паперке. Он сел, как нищий, с протянутой рукой. А я, грешник, позволил себе его осудить. Только зашел в храм, заходит, смотрит, а на ковре в церкви есть пятна. И он сразу говорит, ну неужели смотрительницы не могли посмотреть, вывезти, приготовить свою руку к богослужению? Все необходимое, лампадочки не везде горят. И снова почувствовал в себе эту оставленность, опустошенность. И опять говорит, Господи, я оставляю Тебя. И как только я где-то хоть на какую-то маленькую йоту осужу кого-нибудь, сразу чувствует опустошение внутри себя. Господи, помилуй, Господи, прости. Заходит, вот чувствует опять, возобновляется чувство этой радостной наполненности, света, любви, мира. Уже заходит в алтарь, осеняет себя крестом, делает троекратное земное поклонение престолу. И уже перед службой, положив в Евангелие благословенно царство, и вдруг хор запел, да так не стройно. И снова батюшка Иоанн Кронштадтский думал, но неужели нельзя было разложить ноты заранее, сделать все, чтобы хор зазвучал так, как он должен звучать в церкви, и снова ощутил в себе эту духовную пустоту. И вот тогда, вот то, о чем он и написал, вот с тех пор он боролся с осуждением, чтобы никого не осудить. Он упал на колени к престолу, пока хор пел, я как возглашал эти люди, просился слезами прощения, и стоял до той поры, пока у него вернулось это состояние радости. И встал батюшка и служил литургию, а мы знаем литургию, он сказал почти каждый день в своей жизни, стал священником. Поэтому, дорогие, надо еще раз вспомнить, что все мы и святые, а мы просто видим по внешней их жизни, Да, батюшка Серафим выходил и всех радовал, но никто не знает глубины его молитвы, никто не знает глубины его раскаяния, то, о чем он просил, стоя на камешке тысячи дней и тысячи ночей, какие там бури внутренних проблем, об этом ведь мы не знаем, они об этом-то не пишут, но он, непрестанно повторяя, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, дал еще один нам пример, что все, даже святые, люди не были святыми непорочными, а все грешные. Вот почему церковь и поет, един свят, един Господь Иисус Христос, во славе Бога Отца. Аминь. Вот мы сегодня, вспоминая всех святых, должны помнить, самое главное, что святыми-то они становились во Христе Иисусе. Вот и нам, апостолы, и святые, дают пример. Будьте святы, как и Отец ваш небесный свят есть. Вот поэтому, дорогие, закончить мне хотелось бы напоминанием всем нам, что то, о чем писал святой праведный Ян Хронштадтский, то, что он чувствовал. Вот он очень чувствовал, когда благодать отходит от него, а когда он наполняется ей. Вот мы, грешники, даже не наблюдаем за этим. Живем себе, да и живем. Заработали, купили, позавтракали, пообедали, поработали, отдохнули. И вот такое колесо вращается в течение всей нашей жизни. А святые наблюдали за внутренним миром, что там происходит. Вот там, даруй мне, Господи, зрите, моя прегрешение, очищая внутренний мир, становятся лучше, чище, все приближаясь к святости жизни. Понемножечку, по чуть-чуть, потихоньку. Вот так старались возрастать в духе подвижники благочестия. И с Божьей помощью многих из них это удалось. Помня, что дары духов, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, протость, воздержание. Вот потому, если мы хотим с вами в праздник всех святых вспомнить о тех, которые молятся сегодня за нас, а те, которые незримо ходатайствуют о нас с вами. Давайте мы вспомним об этой лестнице святости и начнем снизу. Воздержание. С этого начинается святость. Не позволяй себе всего того, что позволяет весь мир. Воздержись от многого, что совесть тебе подскажет. Воздержаться надо. Кротость. Постарайся быть немножечко смиреннее. Постарайся не реагировать на то вокруг происходящее, а прими это со смирением. Помня, что сам Христос сказал, научитесь от меня, я попрото к есмь и смирен сердцем. Вот без этого, вот выше можно не подниматься. Без этого воздержания, протости, без укрепления себя в вере, нельзя пройти ни к милосердию, ни к долготерпению, ни к тем более к радости, ни к тем более к самой высшей степени этой лестнице любви. А ведь самое для нас дорогое, это любовь по Христе, которую имели святые и не сразу, и не вдруг, а именно вот оттуда, оттуда, с самого начала нам скротости, растяжания, благотерпения, милосердия, веры, радости. Вот почему радость была уже так близка к тому же батюшке Серафиму, и он уже ей этой радостью делился. Радостным был Иоанн Кронштадтский, когда побеждал в себе этот дух уныния, осуждения, и получал радость, благодати Духа Святаго. Вот почему праздник всех святых празднуется именно во вторую неделю после Святой Троицы. Вот только воскресенье было на прошлой неделе с вами попразднуется шествие Духа Святаго, а сегодня всех святых, кто прислушался к этой радости Духа Святаго, дарам и благодати, и на себе показал нам пример, как ты, человек грешный, каким бы ты ни был, ты можешь стать святым, если этого захочешь, потому что Бог и вчера, и ныне, и вовеки тот же и поможет всякому, кто пожелает очистить свою душу, исправить свою жизнь и пойти за Христом, который для нас и является истинным примером и самой истинной, который так и сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Аминь.